За изгорными и пепельными горами простираются бесславные земли Мордора. Мрачная пустошь, некогда служившая домом множеству злобных тварей. Молва об ужасах, творившихся в тех краях, разнеслась до самого Шира и Бри. Одно лишь упоминание о Мордоре вселяло страх в сердца хоббитов. Прошу, возьми его! Нет, не искушай меня! Зло зародилось в Мордоре задолго до Войны Кольца. Первые семена порчи и разложения посеял в тех землях первый темный властелин и хозяин Саурона, Моргат. Моргат желал осквернить и ослабить Средиземье, а потому создавал на теле континента раны, чтобы сквозь них в мир могло просочиться зло. Одной из таких ран стал вулкан Ародруин, позже названный Роковой горой. Из жерла вулкана вырывался ядовитый дым, распространявшийся по округе и погружавший ее во тьму. Эльфы прозвали окрестность Ародруина Мордором, Страной Теней или Черной Страной. Первой в Черную Страну явилась гигантская паучиха по имени Шелоп. Она бежала в Мордор из Белерианда, затопленного в конце Первой Эпохи, во время Войны Гнева. Мордор стал надежным и удобным укрытием для самой Шелоп и ее потомства. Пауки питались заблудившимися путешественниками, эльфами и людьми. Когда в Мордоре объявился Саурон, Шелоп пришлось искать другие источники пропитания, как правило, она довольствовалась орками. Примерно в тысячном году Второй Эпохи Королевство Нуменор вошло в зенит славы и процветания, и это не понравилось Саурону. Темный властелин счел, что ему не помешает собственная крепость, и обратил свой взгляд на Мордор. Горы, окружавшие Черную Страну, служили надежной естественной защитой. Немногочисленные тропы, позволявшие проникнуть в Мордор извне, можно было с легкостью укрепить и оборонять. Саурон подчинил своим целям даже огонь Роковой горы. Темный властелин творил с его помощью колдовство и подпитывал им кузнечные горны. Вскоре Саурон начал собирать приспешников, орков, троллей и других злобных существ, служивших прежде Морготу. Те охотно откликнулись на зов. Дым Роковой горы, окутавший Мордор, защищал их от яркого солнца. Основным входом в Мордор служила долина Удун, расположенная на стыке гор Тени и Пепельных гор. Саурон перекрыл долину, построив там Черные Врата, а затем принялся возводить огромную крепость Барад-Дур. В 1600 году Второй Эпохи Саурон выковал в огне Роковой горы Единое Кольцо, магия которого помогла ему закончить строительство крепости и подготовиться к первой атаке на Средиземье. К 1695 году Саурон собрал огромную армию, завладел мощным артефактом и повел свое войско в Эриадор, намереваясь полностью уничтожить королевство эльфов. Поначалу Саурону сопутствовала удача, но когда вольные народы Эриадора были готовы сдаться, победа ускользнула из рук Темного Властелина. На помощь эльфам подоспел флот Нуменора, переломивший ход войны. Саурон едва выжил и был вынужден бежать обратно в Мордор. Его армия была разбита и не могла бросить вызов Нуменорцам. Темный Властелин понимал, что влияние Нуменора было слишком велико и пока оно сохранялось, новой армии вряд ли удалось бы выйти из Мордора и вновь напасть на Эриадор. Он выждал время и привлек на свою сторону и стерлингов и харадримов. Чтобы вынудить Нуменорцев напасть на крепость Мордоре, новые союзники Саурона совершали набеги на поселение Нуменорцев, а сам Темный Властелин провозгласил себя королем над всеми людьми. Его претензии на господство оскорбили короля Нуменора Арфаразона. В 3261 году Нуменорская армада выдвинулась в Средиземье, чтобы разделаться с самозванцем. Увидев войско Арфаразона, Саурон понял, что ему не удастся выстоять против людей даже в Мордоре, поэтому он пошел на хитрость, склонился перед Арфаразоном и отправился ко двору короля, чтобы заслужить его милость. Обманом Элестью Саурон совратил Нуменорцев и заставил их выступить против Валар, чем навлек на королевство ужасную беду. Море поглотило флот короля Арфаразона, а остров Нуменор погрузился на дно Великого моря. В том бедствии погибли все, кто находился на острове, в том числе и сам Саурон. Его тело было уничтожено, а дух вернулся в Мордор. Темный Властелин провел там много лет, пытался создать себе новое тело, великое и ужасное. Нуменор больше не представлял угрозы для Саурона, но назвать победу Темного Властелина безоговорочной было нельзя. Некоторые нуменорцы не подчинились Арфаразону, отплыли в Средиземье до низвержения и сплотились под знаменами короля Элендиля, который основал государства Арнор и Гондор. Увидев дым из жерла Ародруина, нуменорцы узнали, что их древний враг выжил и скрылся во тьме Мордора. Тем временем Саурон снова собрал армию. Помимо орков, троллей и людей из восточных и южных земель, ему удалось привлечь на свою сторону черных нуменорцев, живших на восточном побережье Средиземья. С их помощью Саурон захватил Минос и Тиль, и вольные народы поняли, что противостоять растущей силе темного властелина можно было только сообща. В 3434 году второй эпохи был основан последний союз эльфов и людей. Объединенная армия отправилась к черным вратам Мордора и дала войску Саурона смертный бой на равнине Дагарлат. Отвага вольных народов взяла верх над свирепостью орков, черные врата были пробиты, войско людей-эльфов проникло в черную страну и осадило крепость Барад-Дур. Осада длилась семь долгих лет. Вольные народы подвергались обстрелам и несли ужасные потери, но их терпение и настойчивость окупились сполна. Когда Саурон счел свое положение безвыходным, он вышел из крепости и сразился с Гилгаладом и Элендилем на склоне Роковой горы. В тот день все трое погибли. Единое кольцо уцелело, с ним Саурон мог вновь обрести тело и силу, однако армия темного властелина осталась без командира. Одни люди из войска Саурона предпочли сдаться на милость короля Гондора, другие примкнули к Назгул и отправились на восток, третьи предпочли остаться в Мордоре и прятаться. Армии Запада удалось частично разрушить Барад-Дур. Уничтожить крепость окончательно было невозможно, так как ее удерживала магия Единого Кольца. Мордор был опустошен и предан забвению. Воспоминания о Сауроне и ужасах войны были сильны, тени витали над Роковой горой и никто из вольных народов не отваживался селиться поблизости. Люди из Гондора предполагали, что когда-нибудь Саурон вновь вернется в Мордор и наденет мантию темного властелина. Поэтому возвели на границе сторожевые посты, чтобы оставшиеся в черной стране приспешники Саурона не волновали вольные народы. Самыми крупными из тех постов были башня Киритунгол, крепость Дуртанг и клыки Мордора, Нархост и Кархост, две твердыни, расположенные по обе стороны от черных врат. Более тысячи лет люди несли дозор на границе с Мордором, но со временем государство пришло в упадок и к 1200 году Третьей Эпохи бдительность гондорцев ослабла. В 1636 году Средиземья накрыла Великая Чума. Большая часть населения Гондора погибла, крепости на рубежах опустели. Слуги и создание Саурона вновь устремились в Мордор. Среди них были Назгул, желавший подготовиться к возвращению Саурона. В первую очередь Назгул попытались захватить гондорскую крепость Минос и Тиль, расположенную на границе с Мордором. В 2000 году Третьей Эпохи Король Чародей под Покровом Ночи провел свою армию через перевадки Рид-Унгол и взял крепость в осаду. Через два года оборона пала. Король Чародей обосновался в крепости и отправлял оттуда войска в Гондор. Эпицентром ожесточенных сражений стал Асгилиад. В 2475 году в Мордоре появилась новая порода орков – Урукхай, или Черные Уруки. Эти орки были сильнее и выносливее обычных. Они вступили в войско Назгул, разорили весь Ителиен и захватили Асгилиад, но не смогли долго его удерживать. Все это время Саурон сидел в Долгулдуре, притворяясь некромантом, а Назгул выполняли его приказы. В 2941 году Темный Властелин был изгнан из убежища Белым Советом и вернулся в Мордор. Легендарная кредитная карта Альфа-банка, бесплатная навсегда, стала еще выгоднее. Получайте супер кэшбэк каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах по всей стране. Не просто выгодно, альфа выгодно. Следующие 10 лет Саурон копил силы. Заново отстраивал Бородур, ковал оружие, рыл туннели, возводил укрепления из стали и адаманта. Когда подготовка была окончена, он во всеуслышание заявил о своем возвращении и перенес палантир из Минос Моргула в Бородур. Это была величайшая крепость со времен Моргота, оплот невероятной мощи. Саурон часто вел наблюдение и раздавал указания из самой высокой башни. Там же он соткал магическую завесу, которая распространялась во все стороны и укрывала владение Темного Властелина от посторонних глаз. По приказу Саурона орки заняли и укрепили заброшенные крепости Гондора, Киритунгол и Клыки Мордора. Приспешники Темного Властелина охраняли все подходы к Мордору. Королевство казалось неприступным. Далеко не последнюю роль в обороне Мордора сыграла Шелоп. Она поселилась в Киритунголе и Саурон время от времени посылал к ней пленников, которые были ему уже не нужны. Армия Саурона в Мордоре росла. Ей требовался надежный источник провианта, поэтому южные земли у озера Нурнен превратились в огромные поля, на которых работали рабы. И стерлинги и харадримы поставляли в Мордор провизию и свежих рабов на замену погибшим. Мощь Мордора росла с каждым днем. Сила Саурона привлекала новых существ. Скрещивая разные виды, Саурон вывел новую породу троллей – Алакхай. Эти тролли были сильными и сообразительными, не боялись солнечного света и говорили только на черном наречии. Сила Саурона привлекла в Мордор и Голлума. В 1980 году Голлум пытался пробраться в черную страну, встретил Шеллоп и умудрился с ней договориться. Он жил в лесах Мордора до 3009 года, пока его не схватили слуги Саурона. Следующие 9 лет Голлум провел в подземельях Бараддура. Саурон пытал его, пока не выведал все про Шир и Бэггинсов. Убедившись, что Голлум больше ничего не знает, Саурон отпустил его и позволил покинуть Мордор через перевадки Ритунгол, в надежде на то, что Голлум приведет Назгул в Шир. В конце Третьей Эпохи влияние Мордора достигло небывалых высот. Орки беспрепятственно разоряли восток Рохана и крали лошадей для армии Саурона. Во время Войны Кольца Назгул часто облетали пограничные территории на крылатых тварях, выискивая лазутчиков. К моменту нападения на Гондор армия Мордора была велика и сильна как никогда. Большая ее часть прошла через Минас Моргул, к Минастириту, меньшая через Черные Врата к Каир Андросу. Для прикрытия Саурон слал вперед дым Роковой Горы. Помимо маскировки, дым укрывал орков от солнечного света. Когда удача повернулась в сторону Гондора, дым частично рассеялся и лучи света пробили завесу Мордора. Отбив атаку на Минастирит, армия Запада атаковала Черные Врата, чтобы отвлечь Темного Властелина и повернуть его око на север. Это позволило бы Фродо пройти в Мордор через Кирит-Унгол. Саурон поддался на уловку, собрал все свое войско и отправил его к Черным Вратам. Ошибка стоила ему жизни. Фродо и Сэм все же добрались до Роковой Горы и бросили Единое Кольцо в жерло вулкана. Когда Кольцо упало в лаву Ародруина, все, что было создано с его помощью, распалось на части. Крепость Барадур рассыпалась в пыль. Палантир Минас Итиля, хранившийся в башне Барадура, скорее всего, тоже был уничтожен. Лишившись повелителя, прислужники Саурона пришли в смятение. Многие орки были убиты вольными народами. Некоторые люди сдались, некоторые сражались до последнего. Западное воинство вошло в Мордор, освободив рабов Нурна и разрушило оставшиеся орочи крепости до основания. Арагорн отдал земли у озера Нурнен бывшим рабам, поэтому в четвертую эпоху Мордор, быть может, изменился в лучшую сторону. А на этом у меня все. Если вам понравился этот ролик, не забудьте оценить его, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Для меня ваша активность – это лучшая награда. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова